Дичь, товары, вы нашли идеальный телеканал. КОНЕЦ 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 Вот это моя работа. Я хочу сказать, что я знаю говорить по-русски, но было, может быть, 35 лет назад, когда я говорил много в этом русском языке. И так что так много я хочу говорить по-русски здесь, может быть, лучше, если нет. И так что у нас, как сказать, первый дитя, translator? Is that the word for it? Питер Морчин. Морчин. Спасибо. Доктор Канн, я уверен, что сегодня будет много вопросов. Первое, что вы делаете за 14 лет, что изменилось сезон 1 в Мидбастер? Я думаю, что сегодня будет очень много вопросов, но мне хотелось бы задать первый. Мы занимались шоу «Разрушители легенды» в 14 век. Что изменилось с первого сезона? Ну, в начале мы пытались просто заработать на жизнь. У меня была мастерская о спецэффекте, и мне нужно было платить по счетам. И, понимаете, работая так, твои проекты приходят и идут. Ты возьмешь коммерциал или фильм, ты работаешь интенсивно за несколько месяцев, и тогда это перестанет. И если у тебя нет чего-то, что ждет, готово, то у тебя есть проблемы. Когда вы осуществляете такой вид деятельности, то у вас на самом деле то пусто, то пусто, то у вас есть реклама или фильм, над которым вы работаете, то нет. То есть в течение нескольких месяцев будет интенсивная работа, а потом ее просто нет, и нужно чем-то заниматься в промежутке. И так, когда возможность делать телевизионный шоу про «Урбан легенды» я подумал, «Да, почему не так?» Я думал, что это было наиболее возможности быть успешным, но, как принципы, я это пробовал. И когда подвернулась возможность начать делать шоу о городских легендах, я подумал, почему бы и нет? На самом деле, я не расценил эту возможность как что-то, из чего может выйти какой-то толп, но, вот, получилось. И так, когда я тогда был, и теперь я сейчас счастливым, тем самым тинкером в магазине, вдруг, между тем временем я стал известен по всему миру для того, чтобы делать все эти чудесные шоу. Хотя, я должен отметить, что и тогда, и сейчас мне гораздо комфортнее сидеть и копаться со всеми штуками в своей мастерской, но вот, где-то за эти 14 лет я умудрился стать известным, потому что я делаю всю вот эту вот ерунду. но также, я бы добавляю, что в том период времени, в том числе, в том числе, мы только начали использовать интернет. не было социального и, вы знаете, что было очень просто, мы делали нашу работу, мы снимали, мы поставили на телевизионную, в том числе, изображая, и я забрала, как бы эта медиа машина, которая могла создать все эти контентные, и, как бы это было довольно скрытое! И я еще должен сказать, отметить тот факт, что мы только начали пользоваться интернетом и социальными сетями. Когда мы начинали, процесс был достаточно прямым и непосредственным. Мы снимали на пленку, мы делали телевизионные передачи, и все было очень просто. И не было каких-то сложностей связанных с социальными медиа. А сейчас это огромный просто медиа-монстр, которого мы сами породили, и которого нужно постоянно кормить. И сейчас процесс стал гораздо менее спонтанным, потому что появились какие-то установки. Ну, у меня такой вопрос. За все это время, что вы занимаетесь шоу с таким названием «Разрушители легенд», были ли вы когда-то подвержены цензуре? Думаю, мы всегда всегда дуны ways, чтобы выбрать любые дела, что мы должны сделать. Однако, вы знаете, что это такое, как говорить о религиозных вещах, как наше пенсорное, и что-то, мы не должны быть censored на это. Это просто крашеный о том, что вы не можете тестировать. Все, что ты можешь сделать, это показать, что ты не можешь найти эти вещи. Это называется, мы называем это, не сможешь показать негативное. Если мы будем говорить о каких-то религиозных или сверхъестественных явлениях, то здесь особо нечего опровергать, потому что это ненаучное явление, и все, что нам нужно было сделать, это показать, что мы не можем опровергнуть эти мифы просто потому, что мы это не можем сделать. Мы не можем опровергнуть продукты, и это было непросто, это не понимание, потому что Discovery, они продают адвокат, и если ты говоришь, скажем, что вы хотите посмотреть о безопасности воды, о воде, например, в Украине, в Геннале, вода теплая безопасна, и не нужно drink вода. Мы не могли бы тестировать ничего, чтобы делать это. И это непрерывно, потому что в этот день и веке мы все эти продукты. Некоторые из них хороши, а некоторые из них нет. И это было бы то, что мы могли бы потестить. К сожалению, единственное то, что мы не смогли протестировать за все эти годы, это, скажем так, товары, торговые марки. Например, миф о том, насколько безопасно пить бутилированную воду. В США, на самом деле, это не такой большой вопрос, потому что вода из-под крана вполне безопасна, но бутилированная вода тоже интересно проверить, насколько она может быть вредна для здоровья. Но мы, к сожалению, не могли это сделать, потому что это процесс, связанный с торговыми марками. Является ли это тем, о чем вы жалеете больше всего, то есть своего рода мифом, который хотелось бы опровергнуть, но вы не смогли? Нет, я думаю, что мы разрушили почти все, что я хотел. В самом начале, в школе, в колледже, точнее, вы изучали русский язык, русское языкознание. А потом стали разрушителем легендов. То есть это, ну, такой переход достаточно интересный. Могли бы вам рассказать немного о своих университетских книгах. Я изучал русский язык просто потому, что этого требовала программа курса, и я подумал, что русский будет полезнее знать, чем, например, французский. Так много я изучил языка, так много им нравилось. И так что... И так что... И так что... И да, я не знаю. И так что я... И так что я... И вот я изучал русский язык, и что меня ждало впереди? Я мог стать заведующим библиотекой академического толка, или общественной библиотекой, или, может быть, стать руководителем исследований в области славянского языка знания. Но, тем не менее, после того, как я закончил университет, я решил взять перерыв и поехал на Кариба для того, чтобы научиться парусному спорту. Поскольку я вырос в Центральной Америке, то мне всегда хотелось понять, как же это будет ходить под парусом на океане. Но недавно, после того, как я приехал туда, я получил мою собственную лодку, и 6 месяцев после того, я был капитан, я получил мою капитану, я получил мою рейтинг, и я никогда не смотрел. Я думал, почему бы кто-то хотели сделать что-то еще? Я, конечно, не хотел вернуться к славянской коллекции, в доме лаборатории. Когда я приехал туда, через неделю у меня уже была своя лодка, а через полгода я стал капитаном собственного судна, я получил лицензии. И с тех пор я ни разу не пожалел о сделанном мною решении, потому что я думал, а чем же еще, в принципе, ты можешь заниматься? Неужели я захочу вернуться к каким-то сборникам, посвященным вопросам славянского языка знаний и прозевать в подвале какой-нибудь библиотеки? И так что я первый раз учил, что если возможно делать что-то, что возможно нравилось, нравится, и это... Shit, sorry. You know, I try. Надо сказать, что это немножко труднее говорить перед так многими... так много... людей. Как... боже мой... много людей здесь. So anyway, I learned that it actually... that was the first time that I learned something that seems like it should be obvious, but I didn't get it before I went to the Caribbean, and that is that it actually is possible to earn a living doing something that is fun. And the second thing that I learned in the Caribbean that was very important, you know, coming cold into a place like that, not knowing how to sail, not knowing how to do any of these things, and then... taking on this new type of work and being successful at it, was that... that you can do pretty much anything that you want to do, if you're methodical and diligent about it. Um... Еще одна вещь, которой я научился на Калибах, это то, что... Ну, я приехал туда, я совершенно не знал, как... ходить под парусом, я не знал ничего, чем занимались типичные люди на Калибах. И я понял, что достичь можно всего, на самом деле, только для этого нужен системный, очень тщательный подход. Иerek... И епать это, я активно готов, и примерно 01.00 5,000, проводился на СПАОООН. Вот это было__, это в таком случае для того, чтобы… И я подумал, что я должен подумать внимательно, что это было, что бы не было весело для меня в дальнейшем. И я стал очень методичным об этом, как я говорил. И вопрос о том, чем же я хочу заниматься международным силой. Я бы дошел к этому очень методично. И я сел, разобрался сам с собой, выписал свои приоритеты и понял, что то, чем мне хотелось бы заниматься, это были спецэффекты, киноиндустрия, реклама, то есть те области деятельности, в которых очень много разных процессов, процедур, материалов, много разных людей. И я понял, что именно этим мне хотелось бы заниматься. И в течение 20 лет, после того, как я принял это решение, я прошел путь от новичка в профессии, которому все-таки удалось попасть в этот мир, до эксперта в своей области. И потом уже были разрушители бигенд. И это было очень счастливое, что Mythbusters пришли, потому что, как все вы, я уверен, знаете, эти фильмы, спецэффекты и так далее, которые сейчас сейчас сейчас, они работали в основном, они работали с компьютерной графикой и так далее, и наша специальность была, что мы называем «практические эффекты», которые были очень «hand-on». И разрушители легенд появились как раз вовремя, потому что, как вы знаете, спецэффекты в фильмах, они в основном делаются за счет компьютерной графики, а то, чем занимаюсь я, это практические эффекты, то есть более физическая работа. И когда Mythbusters пришли, я пробовал, и эти самые hands-on skills turned out to be exactly what was needed to do that show. И когда вы министрировали «Судозрушители легенд», я понял, что именно вот мои навыки, которые я приобрел за 20 лет работы в этой индустрии, они мне пригодятся при съемке этой передачи. Доктор Хайнеман, в эти 14 сезонах, вы делали около 250 программ, так что вы боссили много мифов, где вы их найдете? Как вы думаете, как вы найдете миф в урбанной лечке? На протяжении 14 сезонов вы опровердли около 250 мифов. Как вы их находили? Наш процесс на 50% наполовину состоял из съемок и наполовину из исследований и разработок. У нас была команда, которая постоянно прочесывала интернет и прочие источники на предпоиск таких звук, которые были бы интересны нам для того, чтобы их опровергнуть. И мы бы посмотрели для того, как, вы знаете, что, вы знаете, что,你好, удивительно, что мы могли быть очень хорошо, мы могли быть уменьшим. Нас в первую очередь интересовали те мифы, которые было бы не очень легко опровергнуть, те мифы, которые могли бы повеселить нашу аудиторию и нас, и, в общем-то, все те мифы, которые были интересны лично нам и попали в на карту. Я думаю, что они формировали патроны в большинстве этих мифов. Но, если вы знаете их, то есть какие-то схемы, какие-то схемы от этих легендов. Как вы формировали эти мифы? Были ли они построены на определенной модели? Было ли что-то подобное? Ну, да, хорошая вопрос. Одна из главных вещей, которую мы всегда рассматриваем, была в основном, что это не так. Многие эти вещи, которые мы тестировали, были невероятные. Но, обычно, это должно начать где-то. И это нашим работом, чтобы выяснить, что это было. что это было сетя этого мифа. И практически все из-за того, как мы работали, мы искали ту долю правды, на которой был основан этот миф. Очень большая часть мифов, с которыми мы работали на первой стадии, были просто смешными. И нам, в первую очередь, было интересно найти вот тот элемент истины, который находился в, скажем так, в митре, в основе каждого из мифов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА